Крепим нитку, нитка крепится каким образом? Положил и как бы на нее заступая просто держишь натяжечку и вращаешь назад. С середины. Только не от себя, а наоборот в другую сторону крутить. Наоборот. Нет, наоборот. Снизу, вот ты сверху, ты попробуй, ага, ты крути. О, вот это уже по фазе. А куда? Назад. Крутишь, 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 да-да-да. Вот, типа того, да. Не, очень нормально. У тебя, кстати, видео для начинающих нет, поэтому классно. У меня один вопрос. У меня не маловат крючок для этой всей картины, нет? Нет, а я наоборот себе взял, чтобы... А, линей, боже мой. Линей, вот, да. Проматываю до конца? Да. Теперь берем вот эту заготовку, я там усек один конец. А. Вот его просто прикладываешь. Продавливая пенку, просто приматываешь. То есть, фактически, должно получиться... Хвостик должен торчать, да? Да. Вот с того момента, до куда мы домотали... А домотали мы где-то до начала... До начала загиба, да. Должна выходить вот такая вот заготовка пенка. Так. Есть такое дело, да? Вот тут же, откуда у нас выходит пенка, буквально тремя оборотами фиксирую эти три бородки. Так. Чуть-чуть оттягиваем нитку, и вот эти бородки надо будет обкрутить вокруг этой нитки. Откручиваем вправо, влево? Как удобно. Так. Одну я оторвал сразу. Значит, привязываю ее еще раз. Все-таки. Ты тоже оторвал? Отсал. Ты все оторвал, да? Нет, на самом деле, такой материал, ну, к нему просто надо привыкнуть, трошки нежный. Кстати, понял, почему я оторвал ее. Я слишком далеко отвел нитку от перьев после фиксации. Начал привязывать, и оно у меня просто, оно как бы пошло в разные стороны. Теперь мы... Обкрутил? Да. Часть. Смотрите, теперь вот этим всем делом обматываем, делаем буквально там полсантиметра такую обмоточку. Визуально, чуть-чуть не доходя до середины крючка. Есть. И фиксируем. Все, можешь остановиться. А, видишь, ты не от пенки начал, а надо прямо от самой пенки. Потом размотаю ее заново. Теперь накрываем пенкой. Все, 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 не считывай. Теперь мы... Вот так, да, накрываем пенкой. Да. И фиксируем пенку. У нас получился первый сегмент. Теперь нам надо тут сделать такой промежуток, то есть ты следующими витками, двигаясь в сторону ушка, как бы проминаешь пенку, для того, чтобы сделать такой вот промежуток, вот как у муравья. Не, это седла петуха, селекционного. Шутки шутками, но на самом деле в мире существует всего две фермы, которые выращивают эти петухи. Вот такие? Вот именно такие. Две фермы в мире? Да. А рыба не обожрет? Какой-то пенок давать. А приятного пенка все. Ты не слышал прикол про Мика Джаггера? Это самый лучший прикол, который вот уже на протяжении двух лет я тянул. Короче, прикол вот этих вот перьев, то, что они такие длинные, красивые, они там бывают разных каких-то таких там невероятных цветов. Сейчас, для примера, покажу. Вот они нужны разные приколы, чтобы выглядел. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Ага. Он полностью покрыт только такими перьями. Красивая собака пипец, но есть только у него. Вот. И на Хлыстовяков они всегда были в ходу эти перья, потому что все вот эти ёршики, там, все то, что мы сейчас будем делать. Как бы ходовой очень материал, культовый, во всем мире его знают, все его используют. То есть там, если ты скажешь, Элкхай Аркадис у нас и Элкхай Аркадис в Англии, они делаются из одних и тех же материалов. Вот. И в один прекрасный момент Мик Джаггер заказал себе эти перья. Он их себе в волосы вплел. Они очень красиво выглядят, когда они в волосах. Вот. Они до этого стоили, там, ну, как бы, вот такое вот седло целое можно было купить. Ну, там, за 300 гривен. Ну, я сейчас точные цифры не называю, около того. Представим, что, допустим, можно было купить за 300 гривен. Он заказал себе эту штуку, то ли снял клип, то ли отыграл концерт. И этой хернёй начали заниматься все. Все девочки себе заплетать, заказывали себе, короче, все там дизайнеры сумасшедшие, которые на показах моды, короче, там, вот. Короче, что делает Вайтинг? Вайтинг отзывает со всех своих, абсолютно, ритейлеров обратно всю эту херню с полной компенсацией стоимости, короче, что вот они ему заплатили. Он отзывает весь товар назад, держит у себя его некоторое время, и он опять выходит в продажу, но такой он уже стоит не 300 гривен, там, а 2,5. и все. Крепим. 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 Смотри. Более такой яркой стороной, ближе к ушку. Я уже начал его крепить под муравья, как это. Так, чтобы горизонтально. Он одинаковый с двух сторон. Еще пучочек вот такой вот сраньки сверху. Индикатор. И теперь, таким пером, с небольшой натяжкой, делаешь несколько витков. Шабьер с ним, да? Да. Я поднимаю пенку, вот так вот все это дело беру в пучок и фиксирую перо. Сейчас Денис поможет, подожди. Да. То есть, если у меня с этой стороны будет перо? Ну, мне так проще. Дима говорит, в принципе, без разницы, но если я вот сюда накрутил, да, то я потом в обратную сторону держу перо и в обратную сторону его фиксирую. И у меня как-то вот весь материал, вот видишь, он перекручивается. Например, ты держишь перо, у меня он как-то стынет, понятно, не знаю. Ну, так удобнее мне тоже, смотри, как удобнее тебе. Вот, понял, да? То есть, точно так же, как мы фиксировали тот перо. Здесь два узла, потом с этой стороны два узла и все. Ну, здесь промотал, вот с этой стороны промотал, потом положил сюда и с этой стороны. Тут, на самом деле, дальше можно спереди, под передним сегментом пенки сделать такую же промотку, как мы подзаднюю делали вот из вот этого пера. Можно не делать, на самом деле, сильно, ну, как бы, оно ни на что не повлияет. Вот, поэтому, если у тебя там осталось места мало, то ты просто доводишь нитку до ушка, уложишь пенку, и делаешь последний сегмент. То есть, под вторым сегментом у нас ничего нет? Можно сделать, можно не делать, но это, как бы, оно, тут уже спереди оно особо не нужно. Это для этого ты говорил, надо оставить оставшиеся кусочки, да? А? Да. О! 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 Иплодиск! О! Ты провозловяз? Да. Я тоже долго удивлялся этой штуки. Продолжение следует.